Последние летние дни Качественные фото и интересные факты, приведенные в описании, позволяют составить впечатление о том или ином месте И возникает желание самому туда съездить Актуальный Блиц идет в гости к путешественнику, фотографу и блогеру Дмитрию Новицкому С Дмитрием мы встретились не где-нибудь, а на крыше 16-этажного дома, откуда открывается отличный вид на город Чтобы оправдать место встречи, сразу поясню Наш собеседник, кроме путешествий по миру, увлекается еще и такой штукой, как руфинг От английского слова «руф» – крыша Руферы отыскивают труднодоступное место где-нибудь повыше, так чтобы открывающийся вид поражал своим размахом и красотой Наверное, просто мне нравятся виды, которые открываются с высоты, как, я думаю, любому человеку Необычные виды, которых сложно увидеть с земли, с нашей обычной жизнью Видимо, наверное, поэтому ты предложил нашу встречу назначить на крыше одного из высотных домов в Петрозаводске Ну да, почему бы и нет Итак, Дим, расскажи о своем необычном увлечении Почему ты любишь посещать такие высокие места в Петрозаводске? Расскажи вообще, где тебе удалось побывать? Что тебя главное туда тянет? Началось все с трубы бывшего завода ОТЗ, куда залез первый раз Ну и потом как-то так начали появляться объекты, на которые очень хотелось попасть То есть в первую очередь это был театр музыкальный наш Потом вот совершенно случайно оказался на второй площадке ОТЗ с другом Вот опять же пожарная вышка тут из моего дома видна каждый день Я выходя на балкон, ее наблюдал и все, желал как-нибудь ее освоить Труба ОТЗ, давай вот так по объектам прям пойдем Высокий достаточно объект, без страховки ты туда забирался или как? Да, ну там в принципе нормально, удобная лестница Есть за спиной ограждение, поэтому упасть там надо очень постараться Вот самое интересное, что через несколько дней после того, как я выложил фотографии с этой трубы Я проходил мимо нее и увидел, что эта лестница теперь плотно замотана колючей проволокой Поэтому теперь этот объект, можно сказать, закрытый совершенно Отчеты с экскурсии по городским крышам Дмитрий выкладывает на своем сайте nodima.ru Один из последних серия снимков Петрозаводска с необычных ракурсов Сделанных в период белых ночей Мне кажется, что это стоит увидеть А вот еще одна интересная серия, сделанная недалеко от Петрозаводска Заброшенный военный городок В Новом Асасином заброшенный городок Буран Тоже достаточно известен в нашем городе Пустующий, по-моему, только один или два человека там живут Но мы не встретили там никого Это был такой военный городок-спутник Располагалась воинская часть какая-то Жили люди в 90-х, наверное, часть расформировали Автобусы туда перестали ездить Соответственно, людям стало туда трудно добираться Вообще жить там, наверное, было не весело Разъехались, оставив свои дома Просто там пейзажик Мне напомнили картинки из Припяти вообще Ну да Все заброшенное, унылое такое В Припять, кстати, тоже очень хотел попасть, посмотреть Взглянуть на Петрозаводск и его окрестности любопытно Но, конечно, интересны заграничные поездки Счет которым у Дмитрия Новицкого идет уже, наверное, на десятки Началось такое у меня увлечение путешествиями Началось с классического такого путешествия автостопом по Европе После чего просто уже как-то было сложно оставаться в Петрозаводске Постоянно хочется куда-нибудь еще ездить все больше и больше Северная Европа, Прибалтика, Италия, Греция, Китай, Япония, Таиланд Список стран, где побывал наш путешественник с фотоаппаратом Довольно обширен Отовсюду он везет в Петрозаводск новые впечатления и снимки Которые потом восхищают многих Самое интересное, это уникальная природа Это горы, ледники, фьорды Как в Норвегии, так и в Новой Зеландии Например, известная скала Прегестулин в Норвегии Наверняка многим уже известна Такой здоровенный выступ на высоте где-то 600 метров над фьордом Замечательный вид Но это место, поскольку очень известное, оно очень многолюдное То есть днем туда идут вереницы туристов Поэтому мы поступили хитро Мы пришли туда вечером на эту гору Переночевали там в палатке, не самой скале, а на подходе И рано-рано утром до рассвета солнца Где-то часов в 5 утра что ли проснулись Вышли на эту скалу, оказались там единственными Сфотографировали уникальный момент, когда она пустая, вот это плато Ну и уже когда обратно возвращались Нам на встречу уже шла такая вереница туристов Удивленных, видя русских, возвращающихся уже обратно Надо сказать, что странствия в одиночку у Димы После первой, так сказать, пробной поездки продолжались недолго То путешествие было самостоятельным Но буквально через 2 месяца после этого я познакомился с замечательной девушкой На которой позже женился И теперь мы путешествуем вместе И с прошлого года теперь с нами путешествует еще и наш маленький сын Лео Вот как интересно То есть это не в ходе путешествия ты познакомился? Нет, мы познакомились Я нашел ее в лесу Ну а собственно говоря, чего долго рассуждать, разговаривать Давай предлагаю спустимся к тебе в квартиру И уже познакомимся напрямую с супругой И с маленьким твоим юным путешественником Легко, милости просим Моя любимая супруга Юлия Мой не менее любимый сын Лео Ну вот Дима начал рассказывать о том, как вы познакомились в романтических таких условиях в лесу Ну началось все с того, что там как раз была пейнбольная игра Дима мне сказал Ты знаешь, я ведь в тебя стрелял сегодня Я так задумалась об этом Также, когда он сказал, что давай поедем автостопом в Италию и во Францию Я подумала, ну все, точно поедем Наверное, мой человек На удивление, на стенах в квартире у Дмитрия не так много фотографий И каких-то экспонатов, свидетельств заграничных путешествий Весь фотоархив в электронном виде Вот третья или какая-то четвертая там по счету Редакция моего сайта Так уж исторически сложилась, что основной сайт Основной раздел, который наполняется путешествием Ну вот здесь в хронологической последовательности Все наши путешествия представлены Слушай, сколько там гигабайт фотографий, интересно? Не считал, сколько гигабайт на сайте Но у меня на моем компьютере, на винчестерах, на различных Очень много уже На сайте десятки фотоотчетов с комментариями, содержащими как любопытные факты Так и полезные советы для путешественников У Димы хорошо получается людям рассказывать Писать отчеты и многие люди потом с благодарностью пишут Что, о, спасибо, мы пользовались вашими записями И тоже совершили путешествие в это место Так что? Да, эти такие комментарии очень часто воодушевляют Дальнейшее написание Когда понимаешь, что не зря Потратил свое время, написал о чем-то А вообще идея писать такие отчеты родилась после того Как Дмитрий устал пересказывать знакомым подробности своих поездок Проще в интернете, так и аудитория больше, да и фото говорят сами за себя Правда, к сожалению, не всегда на все хватает времени Дим, расскажи, где бы ты еще хотел побывать? Какие места, может быть, уникальные увидеть? Могу сказать только, какие бы страны мне хотелось побывать Очень притягивает Южная Америка, Аргентина, Чили Опять же, уникальная природа, горы В Австралии хотелось бы побывать Много где Так вот бывает Не задумаешься о каком-нибудь месте конкретном Сидишь в интернете, наткнулся О, как здорово, надо съездить Дима, расскажи, как ты готовишься к своим путешествиям И раскроет, так сказать, механизм Технология очень простая Пересмотреть кучу материала В интернете Узнать места, куда интересно съездить заранее Подготовиться максимально Забронировать гостиницы Или договориться с каучсерферами Где можно остановиться, переночевать Вот и все А вот что это за термин был только что с каучсерферами? Есть такая социальная сеть Называется каучсерфинг Которая позволяет людям со всего мира Останавливаться у других людей Во время путешествий В их домах Обмениваться какими-то культурными ценностями Общаться Ну и в то же время проживать какое-то время То есть это на заметку тем, кто хочет С минимальными затратами попутешествовать по заграничным странам? Да, один из вариантов Мы сами любим принимать у себя гостей С разных городов Вот, пользуясь случаем Передаю привет всем петрозаводским каучсерферам В общем, разнообразить свой отдых Очень даже можно и недорого Например, на первую поездку автостопом по всей Европе У Дмитрия ушло где-то 300 евро Но это, как говорится, на любителя И хорошо, что эти любители есть в нашем городе Кому стало интересно увидеть больше, чем сегодня показал актуальный Блиц Добро пожаловать на сайт Думая, вы там найдете много интересного Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова